Егор Кузьмич увлекается граффити уже 6 лет. По словам уличного художника, его эскизы не выходят за пределы обычного листа бумаги. Однако перенести свой напросок на большую стену всегда было его голубой мечтой, которая, к слову, сбылась. Джина выпустила на воле победа Егора на конкурсе граффити, организованном Ленинским районом БРСМ. Его эскиз вошел в тройку лучших из 15 заявленных работ. Как видно по рисункам, которые, увы, дорисовать граффитистам помешал дождь, темой творческого соревнования стал чемпионат мира по хоккею, который сегодня проходит в столице. Такие конкурсы, ну, можно сказать, можно выразиться как-то в плане рисунков. И себе какое-то удовольствие. Ты вот рисуешь, ну, просто тебе это нравится, ты получаешь удовольствие. Того, что как бы вот, ну, здесь, допустим, согласовали тему, конкретно что-то рисуешь. А если от себя там, то, ну, ты уже сам выбираешь, сам рисуешь, что хочешь. Таких, как Егор, стремящихся выразить себя с помощью аэрозольной краски немало. Поэтому, чтобы творчество так называемых райтеров было легальным и не раздражало обывателей, сотрудники ведомственных структур и молодежных организаций организуют различные конкурсы, благодаря которым уличные художники получают полную свободу самовыражения. Это не единственный конкурс граффити, который мы проводили. В прошлом году был проведен конкурс граффити на территории кинотеатра «Мир». Вот, также те же участники участвовали в этом конкурсе, как и в предыдущем. Вот, данные конкурсы преследуют цель профилактики несанкционированных граффити, ну и развития творчества молодежи. Однако, есть другая категория граффитистов, которых с легкостью можно причислить к уличным хулиганам. То, что они оставляют после себя на стенах, сложно называть творчеством. Неразборчивые корявые надписи, выведенные на скорую руку и явно не при свете дня. Причем стремление заявить о себе на фасадах зданий центральных улиц поражают, но не эстетикой, а нелепыми размерами и отсутствием смысловой нагрузки. С ней умнимых живописцев явные проблемы. Самое удивительное, что чаще всего задержаны жертвы собственной мании величия молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. Только в текущем году сотрудники милиции 16 человек привлечено к ответственности по статье 10.9 Кодекса Республики Беларусь об инвестиционных правонарушениях. То есть это статья, которая предусматривает ответственность за порчу зданий и сооружений. В противодействии данной проблеме сотрудниками милиции осуществляется регулярное выставление нарядов в местах наиболее вероятного учреждения граффити в центральной части города, в том числе в гражданской форме одежды. Осуществляется постоянный мониторинг интернет-пространства, проводятся иные оперативно-зывственные мероприятия. Непреодолимое желание получить дозу адреналина имеет свои последствия, причем далеко не радужные. Несовершеннолетним грозит постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Штраф за них заплатят родители. Ну а те, кто успел отпраздновать свое 18-летие, штраф за себя заплатят сами. А быть может, кое-что и похуже. Недавно в марте текущего года состоялось открытое судебное заседание, где главным обвиняемым выступил свободный художник, который оставил надпись на двери одного из магазинов микрорайона «Восток». Судя по разговору, для молодого человека законы явно не писаны. Да, справедливо, полностью признаю свою вину. Я знаю достаточно людей, которые занимаются и остаются безнаказанными. Но мне не повезло. Конечно, самовыражение через рисунок – это прекрасно. Однако стоит четко различать художественное оформление стен на заказ или хаотичную порчу фасадов зданий, уличных переходов и других излюбленных площадок для несанкционированного творчества. Буква закона такое низкопробное художество определяет как вандализм. Поэтому прежде чем взять в руки заветный баллончик, райтеру стоит задуматься о последствиях, которые создадут пять минут бесполезного розчерка на стене. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова